Новогодний салют, ребят! Как отпраздновали? Для тех, кто потерялся в череде новогодних праздников, я напоминаю, что я Иван Толмачев, а вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу Плюс Минус. А в преддверии Рождества Христова мы с вами поговорим об атуизме. В современном мире люди в большинстве стран могут свободно отказываться от веры в Бога, а отлучение от церкви, то есть анафема, не звучит как приговор. У нас свобода вероисповедания, а потому вы сами решаете, во что вам верить и верить ли вообще. Вообще такая тема идеально подходит для шоу Плюс Минус, и я рад, что я наконец могу разобрать ее в этом выпуске. Поехали! Минусы. Первый минус. Общество. По мировой статистике атеистов на нашей планете чуть более 13%, а значит, будучи неверующим, вы в любом случае окажетесь в меньшинстве. Люди с отторжением воспринимают все новое, в том числе и тот факт, что человек может не верить в Бога, а значит, вам будут навязывать правильность религиозных взглядов при удобной возможности, ну и, скажем, строить храмы вместо школ и больниц. Но куда сложнее ситуация, когда подобное столкновение взглядов происходит внутри семьи или с близкими людьми. Я читал много историй, слышал от знакомых и друзей, а также ощущал на своем опыте, какие проблемы в общении могут возникнуть на религиозной почве, вплоть до полного прекращения отношений. Второй минус. Споры. Периодически возникающий вопрос религиозных предпочтений среди вашего круга общения или новых знакомых будет вынуждать вас защищать свою позицию, обосновывая и доказывая людям, по какому праву вы посмели не верить в Бога, в любого Бога. Для того, чтобы не выглядеть голословным, вам придется прочитать и ознакомиться с достаточно обширным количеством трудов разных авторов, чтобы достойно держать ответ в дискуссии. Ну и, конечно, порой такие споры будут доходить до конфликтов, а я напоминаю, что атеистов меньше, чем верующих. Третий минус. Утешение. В отчаянном положении люди находят спасение в вере в Бога. Многим это действительно помогает справиться и перенести сложный период в жизни. Атеизм вынуждает вас встречать все тяготы скептически, смотря на вещи, без возможности найти утешение в высшей силе. Вам придется рассчитывать только на крепость своего духа, силу воли и стойкость, чтобы преодолеть все тяготы, особенно при расставании с близкими. Ведь атеисты не рассчитывают встретиться с ними в загробной жизни, а значит, потеря необратима. Такие вот получились минусы. Обычно я не говорю много чего после них, но сейчас мне нужно кое-что объяснить. Я не говорил о сдерживающем факторе религии, то есть о том, что атеистов ничего не держат и они могут делать все, что захотят, по одной простой причине. Дело в том, что я с этой позиции не согласен. Общественные отношения и нормы морали сложились задолго до появления современных религий, и люди тогда почему-то не убивали своих соплеменников направо и налево, а как-то могли и существовать. Скорее, это религия на них основана. Я не пытаюсь посягнуть на чьи-то духовные скрепы, просто этот момент требует объяснения, чтобы вы не писали гневно об этом в комментариях. Ну а сейчас давайте перейдем к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Рационализм. Атеисты видят мир с точки зрения оценочных суждений, стараются воспринимать жизнь так, как она есть. Критическое мышление к происходящему сводит к минимуму затуманивания разума и влияния предрассудков на действия и поступки. Все, что с вами происходит или произойдет, результат ваших или чьих-то действий, которые можно проанализировать, сделать выводы и двигаться дальше, не покоряясь течению высшего замысла. Второй плюс. Прогресс. На протяжении долгого времени религия всячески старалась остановить и замедлить научное развитие, а люди принимали на веру, что все это от лукавого. Сейчас, к счастью, никто не угнетает ученых и не сжигает их на кострах, но нападки на научное опознание мира все равно не прекращаются. Атеизм позволяет более открыто и здраво смотреть на научные исследования и достижения, поддерживая ученых морально или материально, а также самостоятельно постигая научные труды. И да, я в курсе, что множество ученых были верующими, но вы все равно можете написать в комментариях про Ньютона, Дарвина, Павлова или даже Эйнштейна. Третий плюс. Свобода. Атеизм предполагает отсутствие навязанных рамок и ограничений. Вы исходите из гражданских прав, норм морали и общественных отношений, которые под влиянием времени могут изменяться под стать новым требованиям и взглядам человечества. Предупреждая комментарии на этот счет, замечу, что атеисты не боятся божьей кары, но при этом не кидаются на людей, убивая всех подряд. В то время как огромное количество верующих без проблем совершает преступления. Так что свобода от религиозных догм еще не говорит о социальных девиациях. Итак, плюсов и минусов получилось поровну. Ну, как получилось? Вернее, это я их так составил, таким образом, чтобы они уравновешивали друг друга. Потому что лучше лишний раз не злить верующих, как говорится, от греха подальше. Ну а сейчас давайте посмотрим, что думают об этой теме участники нашей группы. По результатам вашего голосования, 55% участников считают, что плюсов больше. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Пишите, что думаете в комментариях, а также ставьте лайки. Ну и не забывайте подписываться на Дай5, ведь выпуски выходят каждый день. Но в группе ВКонтакте вы можете принять участие в различных голосованиях и обсуждениях. До свидания. Подпишись на канал, а пока посмотри плюсы и минусы, говорить только правду. И топ-5 упоротых игр, честь вторая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok